Друзья, всем привет! Здесь обзоры яхты Ханса 418, 19-го года выпуска. Меня часто спрашивают, зачем на яхте два штурвала? Вы знаете, я и сам порой задаюсь этим вопросом. Обещаю собрать информацию, подумать и высказать предположения в следующем видео. А пока рассмотрим эту яхту поподробнее. Начнем прямо с кормы. На корме установлены удобные откидывающиеся баночки, в простонародье скамейки. Когда они открыты, на корме много места. Ну, плюс кормовая платформа. Под левой баночкой ручная помпа. Такая конструкция неудобная. Попробуйте 5 минут покачать и убедитесь. И кормовой душ, он удобный. В рундуке газовый баллон. Его устанавливают снаружи, чтобы при случайной утечке газ не попал внутрь яхты. И небольшое отделение, чтобы положить что-то полезное. Все тросы бегучего текелажа выведены в кормовую часть кокпита к кормовым лебедкам. Получается, что на борт может работать всего одна лебедка. Это не всегда удобно для шкотовых, но все же эта яхта прежде всего круизер. Справа на корме ручка газ-реверс. И пульт управления двигателем. Пульт не утоплен. Кнопки выступают наружу. Бывает, что их случайно прижимают ногой. Может быть заглушен двигатель прямо на ходу. Под баночкой вентиляционные решетки, афтерпика и раковина забора воздуха для отсека двигателя. Сама баночка опускается легким движением руки. Видите, я это делаю одной левой. Нужно лишь открыть фиксирующий шпингалет. Чтобы поднять, просто тянем баночку вверх. Видимо, по задумке конструкторов, она должна сразу защелкиваться шпингалетом. Но выяснилось, что это происходит не всегда. И нужно чуть подтолкнуть опорный кронштейн. В этом рундуке электрический кабель с розеткой. Его можно не отсоединять от яхты и хранить прямо здесь. Это удобно. Только складывать аккуратнее. Снова обратим внимание на проводку бегучего текелажа. Вся проводка идет внутри, под крышками на шурупах. Чтобы их снять, нужно выкрутить эти шурупы. Теперь подумайте, что будет, если вы упустите трос, и он выскользнет из проводки под этими крышками. Завести трос обратно будет проблемой. Придется все откручивать. Так что вяжем на концах тросов узлы. Хочешь научиться быстро и правильно вязать узлы? Смотри видеокурс «Морские узлы на парусной яхте». Ссылка в конце ролика. Это погон автоматического стакселя. Чуть дальше я покажу его в работе. Отпорный крюк имеет штатное место. Закреплен на пластмассовых зажимах. Хранить и брать удобно, но вот когда он снят, эти зажимы торчат над палубой. Их легко поддеть ногой, и они сломаются. Или нога сломается. Что-то точно сломается. Форточка на спроихуде. Сейчас она открыта. Сделана несколько зауженной. Для поступления воздуха этого хватает. Стеклянное оформление кормовой части рубки выглядит симпатично. Интересно, насколько оно будет практично в эксплуатации. На предмет сколов и трещин. Рундук в кокпите один. Только с правого борта. Зато вместительный. Здесь хранятся разные нужные предметы. Ведро, запасной якорь, газовый баллон, весла к тендеру и так далее. Крышка рундука на гидравлическом держателе. Снаружи можно повесить замок. Ахтерпик. Имеет доступ через люки слева и справа. Места внутри не очень много. Сюда складывают кранцы. Видна подводка кормового душа. Блок автопилота. Выхлопная труба. Толстая и черная. По правому борту. Спасательный плод. Запас топлива для тендера. Плок предохранителя. 220 вольт. Белая толстая труба. Это вентиляция отсека двигателя. Палуба ровная. Перемещаться по ней приятно. Мало выступающих предметов. Углы сглажены. Яхта имеет одно перо руля. Хорошо управляется и держит курс. Подруливающего устройства нет. При таком размере в нем нет необходимости. У цепного ящика большая крышка. Под ней брашпиль, пульт управления и якорь-цепь. В носовой части ящика виден рыб, за который якорь-цепь крепится к корпусу яхты. При приемке яхты такое крепление, чаще всего это простой трос, нужно проверить на надежность. А то порой цепь уходит на дно вслед за якорем. Пульт управления якорной лебедкой имеет три ярких диода для подсветки и экран, на котором отображается счетчик отданных метров якорной цепи. Такая опция весьма удобна. Обычно на чартерных яхтах пульт без фонарика и экрана. Первый раз такой встречаю. Вот так он выглядит в темноте. Даже есть подсветка кнопок. Фонарик на пульте очень к месту. Можно подсветить остаток цепи в ящике, сосчитать сколько вокруг акул и все такое. Фурлюк по требованиям безопасности имеет наружные ручки замков. При необходимости можно прямо с бака попасть внутрь яхты, в укрытие. Два иллюминатора в носовой части рубки с матовыми стеклами. В санузле, дабы не слепил свет ночных звезд. И на левом борту, в каюте над шкафом, видимо для симметрии. Заметно, что конструкторы яхты хорошо потрудились над тем, чтобы внутри было много дневного света. В яхте отсутствует система вентиляции. Каюты вентилируются только через открытые на проветривание люки и иллюминаторы. Замки этого большого люка расположены асимметрично. Как часто бывает в таких случаях, уже даже на новой яхте язычок одного из замков не попадает в паз из-за небольшого перекоса. Но это мелочь. Кормовая платформа поднимается вручную. Это надежнее, чем электропривод. Тем более она небольшая и не тяжелая. Вот за такой трос с узлами берем и тянем. Гидравлические поршни по краям смягчают резкость движения платформы. Интересно конструкторское решение трапа. При опускании трапа поднимаются вот такие вертикальные поручни, за которые удобно хвататься, когда вылезаешь из воды. Сам трап удобный и красивый, с широкими и надежными ступенями. Надеюсь, он не заржавеет тут в воде? А вот эта резинка фиксирует трап в собранном состоянии. Пластиковый тонкий карабин уже сломался, как видите. Что и требовалось доказать. Такая конструкция фиксатора, резиночка с пластмасской, подходит не для тяжелого трапа, а закрепить косичку маленькой девочки. А вот мы и внутри. Стол в салоне, в сложенном состоянии, располагаясь в диаметральной плоскости яхты, занимает совсем мало места. Это, знаете ли, удобно. Одним торцом стол упирается в пиллер с мачты. Левая половинка столешницы легко поднимается и фиксируется, располагаясь прямо над мягким диваном. С другой стороны, в это время, даже остается место для прохода. Сейчас пролезу. Когда открыты сразу две половинки стола, стол становится просто огромным. Можно сервировать отличный обед на 8 персон, даже на 9. Со стороны кормы в столе сделан выдвижной ящик для хранения напитков. Эдакий бар на 4 бутылки. В четырех экземплярах. Что тут пить? У конструкции этого ящика есть небольшая недоработка. При закрытии прямые углы упираются друг в друга. Очевидно, что закрепленный только с одной стороны ящик, еще и нагруженный бутылками, несколько опустится вниз. Тут бы сделать обе поверхности насквоз и нет проблем. А так, приходится его приподнимать, чтобы закрыть. Мелочь, конечно. Диван в салоне раскладной. Выдвигается середина, там снизу водяной танк. И образуются спальные места для двух человек. Тут пульт управления освещением. И камбус. Двойная мойка. Высокий удобный кран. Вот эта емкость, видимо, предназначена для мыла и губок. Вмонтирована в столешницу. Удалять воду оттуда и мыть ее неудобно. Углы внутри могут остаться грязными. Так себе идея. Тут крышка холодильника. Он небольшой, но хороший. Газовая плита. И еще есть дверца тоже в холодильник. Это удобно. Можно залезать снизу и сбоку. В этом ящике кастрюли. Внизу отверстие в трюм. Вот что-то туда упадет, придется с трудом доставать. Тут вилки-ложки. Ящики полного выдвижения. Мусорное ведро. Рабиш-бин. Небольшой пульт управления яхтой. Выносная панель. Виачев радиостанции. Музыкальный центр. Сама радиостанция почему-то в ящике. Как-то это неудобно, на мой взгляд. Наверное, рассчитано на то, что работа будет в основном через выносную панель. Но включать и выключать все равно нужно залезать в ящик. Штурманский стол. Внутри карты и штурманские принадлежности. Огнетушитель на видном месте. Это правильно. Штурманский стол может опускаться и получается еще одно спальное место. Каких-то специальных кнопок для этого нет. Достаточно его приподнять за край и нажать вниз у основания. Заглянем в Engine Room. Двигатель Янмар 39 лошадиных сил. Отсех невелик, но доступ удобный со всех сторон. В кормовых каютах есть большие съемные панели, чтобы подступиться к двигателю с боков. На трапе отверстие для тушения пожара. Если изнутри пошел дым, сперва заливаем сюда содержимое огнетушителя и только потом открываем. Стартовый аккумулятор установлен сверху. Воздушный фильтр. Сейл драйв. Вот видно желтый колпачок масляного щупа. Масляный щуп двигателя. Фильтра. Улитка вентилятора. Новый двигатель такой красивый. Пайолы закреплены шурупами. Есть лишь несколько мест, которые открываются. Тут можно хранить бутылки, например, с водой. Опять же, в четырех экземплярах. Закрепленные пайолы не скрипят и не проседают под ногами. Но для складирования места в трюме оставлено маловато. Здесь доступ к кингстону душевой помпы. Вот тут есть еще немного места. Только сейчас стоит какая-то желтоватая водичка. Я ее пробовать на вкус не стал. А под пайолой у самого трапа видны два шланга. На одном стоит невозвратный клапан. Это шланг электрической трюмной помпы. Если заглянуть дальше, можно увидеть саму помпу. Второй шланг идет к ручной помпе, которая возле штурвала и неудобная. Пройдем в носовую каюту. В ней ощущается простор. Благодаря светлым тонам отделки и большому количеству разнообразных иллюминаторов. Лаконичные полки. Шкаф. Сверху место крепления огнетушителя. Небольшой люк. Глухой иллюминатор. Без шторки. А иногда шторка нужна, например, если ночью спишь и светит снаружи фонарь. Это самый большой люк в каюте. Бортовые иллюминаторы. Тут вот есть шторки. Светильники имеют режим белого и красного света. Неудобно то, что эти режимы чередуются. Они последовательны, а не параллельны. Не выбрать сразу нужный режим. Под шконкой большой танк для пресной воды и там же кран переключения танков. Есть немного свободного места в носу, прямо под цепным ящиком, но туда совсем неудобно залезать. Фурлюк также дает свет. С левого борта небольшой столик. Под ним полочка. И вот стоит моя сумка. Другого места для нее я не нашел. Хотя она и не очень объемная. Фиксаторы держат двери с помощью неодимовых магнитов. Все ящики и дверцы закрываются оригинальными защелками, которые легко ложатся под пальцы и открываются небольшим нажатием. Видите, они сделаны довольно длинными, чтобы проще находить на ощупь. Нажать можно в любом месте. Интересно, как долго они будут нормально работать? Фиксирующие кончики крючков не сотрутся ли? Внизу у шкафа тоже полки. Кстати, все стыки мебели, переборок промазаны герметиком. Это повышает прочность конструкции, убирает скрип деревянных частей. Да и вообще опрятно выглядит. Заглянем под паёлу. Тут у нас комбинированный датчик лага и лота, а также кингстон душевой помпы. Сброс серых вод. Почему-то на ручках санузлов нет запоров. Странная мода. Нужно кому-то уединиться, а второму тоже в этот момент приспичило. Вот и встретятся два одиночества. В Греции, кстати, тоже есть такой обычай. Ключи выдали, замков нет. Раковина в виде чаши, на мой взгляд, неудобна. Все брызги, которые попадают не в раковину, туда уже никак не стекут. Ладно, часть стекает на палубу и уходит в сток душа, но часть попадает вот сюда. А в этой коробке нет стока воды. Зато есть здесь выключатель, до которого трудно дотянуться, и кнопка помпы душа. Вода там будет постоянно стоять. Пробка от раковины, конечно, выдержит, а вот мыло точно размокнет. Электрическая розетка убрана внутрь ящика, чтобы вода не попадала. Тут вейстанк. Снаружи ультразвуковой датчик наполнения. Зеркало большое, удобное и расширяет пространство. Кормовая каюта левого борта. Под шконкой небольшой бойлер и топливный танк. Бойлер литров на 30. Горячая вода быстро заканчивается. Пространство каюты здесь больше, чем с правого борта из-за отсутствия сверху рундука кокпита. Иллюминатор в виде щели добавляет дневного света. Ящики для личных вещей. Бортовой иллюминатор. Довольно объемный шкаф. Кормовая каюта правого борта такая же, но сверху часть объема занимает рундук. Центральный санузел. Тут нормальная, удобная раковина. Даже можно стирку устроить. Душ расположен над унитазом. Унитаз под крышкой, которая уже помяла гибкий шланг душа. Крышка никак не фиксируется. Часто после использования унитаза, ее не закрывают, она потом внезапно падает, грохот на всю яхту. Душ отделяется прозрачной складной дверцей. Под раковиной полки. Сюда поместится много полезных предметов. Тут тоже есть место. Внизу окошко, через которое можно открыть кингстон вейст-танка. А это сам вейст-танк с дисплеем. А это оператор. Всем привет! Яхта на ходу под парусами. Блеск солнца, отличная погода, волны нет. Самое время протестировать ходовые качества. А, это якорь. На якорном рейлинге сделана специальная дощечка, чтобы баковый мог встать снаружи, балансировать над волнами, да. На яхте установлены приборы BNG. Это прибор универсальный. Отображение показателей можно настроить в соответствии с предпочтениями. В данном случае я ничего не настраивал. Полистаем, что тут есть. Это данные по ветру. Скорость яхты и глубина. Угол к вымпельному ветру и скорость истинного ветра. Данные по истинному ветру, направление и скорость. Глубина, координаты и прочие параметры. Течение, автопилот. И снова ветер. Автоматический стаксель, конечно, очень расслабляет. Вы его открыли, настроили и дальше он работает сам. То есть вы уже не сбрасываете шкод с одной стороны и не тянете с другой. С непривычки кажется, что что-то идет не так. Для частой лавировки идеально. Повернул штурвал и все. Ну что ж, попробуем, как эта красотка ходит к ветру. Выставляем режим автопилота «Флюгер» и задаем курс к ветру 30 градусов. Нижняя цифра показывает заданный, а верхняя – фактический угол к ветру. Фактический угол к ветру. Ветру. А там показывает листья. Яхта идет по вымпольному ветру. Ну вот, ребятки, вот здесь посмотрите. Снизу установленный угол, а выше – фактический угол. Да. А, сейчас надо. И ближе, куда? И, наверное, все. А, в ней, вон, вон. Кстати, на этой яхте система уборки и хранения грота – лазиджек. После нескольких экспериментов оказалось, что яхта устойчиво идет с углом 22 градуса к ветру. Смотрите сами. Я пробовал ставить и меньше, но получается хуже. Сейчас есть небольшие колебания курса, но автопилот справляется. При скорости истинного ветра около шести узлов яхта идет в лавировку почти три узла. Видите, она немного рыскает, но все равно автопилот возвращает ее к заданному параметру. Полагаю, такую возможность создает близкое к мачте расположение стакселя. Продолжение следует... В итоге яхта произвела положительное впечатление. Если вы хотите хорошо отдохнуть небольшой компанией, не особо напрягаясь по части работы с парусами – это ваш вариант. Если же встанет вопрос покупки – жить и путешествовать. Почему нет? Тогда готовьте примерно 160 тысяч евро. Да, плюс НДС. Спасибо за внимание, всем удачи и увидимся в море! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok